Егейминг Бэтс С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. ЕГП КОС. Ты точно знаешь, кто победит. ЕГП КОС. КОС. ГОУФАСТ. КСГОУФАСТ.COM Это высокие шансы на победу. Несколько комнат с различными режимами игры. Ежедневно более тысячи игр. Пяти тысяч игроков. Двадцати пяти тысяч разыгранных вещей. Тебе не нужно много скинов, чтобы стать победителем. Двадцати пяти тысяч разыгранных вещей. Ну что, друзья, вот мы и возвращаемся. Молниеносная пауза. Просмотр американской квалификации Star Series второго сезона. Буквально через несколько секунд. Студия StarLadder TV. Для вас комментируют этот матч Элнар, Джизус и Акроха. Да, довольно-таки интересно у нас получилась первая карта. Неожиданная на самом деле. Большинство букмекеров в том числе оставили все-таки на бразильский коллектив. То, что они будут играть. Но на самом деле Белл-Ти еще не закончено. И в истории противостояния этих двух команд Кобблстон Билл, это как раз-таки показывает нам коэффициенты, где у Selfless на CSB Lounge сегодняшний 30% при 63% на бразильский коллектив. Билл, Кобблстон, в путешествии этих двух коллективов все похожи, наверное, не знаю, за счастливом 21 мая или нет, когда все это дело закончилось в пользу американской команды со счетом 16-14, ну и на этот раз эту карту, ну и тогда она была бессалдером, а теперь эту карту выбрали как свои бразильцы. Должны показывать нам лучшие игры, потому что, напомним, проиграли они первую карту The Crash в том числе 16-14, хотя начали очень плохо, проигрывали 8-0, потом дали все-таки какой-никакой бомбок, но довести его до конца не сумели. Ну, на самом деле, очень обидное поражение для бразильских команды. Не смогли они довести начатое до конца. Я думаю, что зацепчика все-таки в их головах была. На вражескую карту хотели они ее забрать. Тем более, мы тут обсуждали до игры, что, ну, наверное, все-таки в моей голове сложилось мнение, что не совсем оправданных. Тем не менее, вот с мая карту Кэш американская команда потянула. Да и, ну, грешно, как бы, американским командам не играть в карту Кэш, потому что, ну, довольно-таки популярно в профессиональном комьюнити именно эта карта. Но все для них закончилось неплохо. Как сложится событие на Кэше, тогда, опять-таки, американцы были сильнее. Опять-таки, с обидным счетом обыграли бразильцев. Ну, вот здесь может быть и 2-0, на самом деле. Причем, в Авериан, это будет совсем неожиданно и совсем для всех. И опять-таки, зайдет лоб коэффициент. Что-то многие у нас ребята не любят. И где-то больше их соотставок именно на него. Ну, вот, глядя на статистику Selfless, последние матчи на Кобблстоуне они проигрывали. С 7 сыгранных карт они выиграли лишь одну. И то, это было еще на последнем американском меморке. Как раз-таки против Дина вот этим бразильцам, которые сейчас у меня... Ну, вот, самый близкий турнир для них был и Лиг. И там они проиграли Кобблстоун 3 раза против G2, против Niple и против Optic. Да, пошли у нас на живой раунд. Очень опасливо команды прям-таки относятся друг к другу. Видно было это и по атаке, и того, и другого коллектива на карте кэш. Ну, и здесь опасливо стенка на стенка выходили друг на друга. Селфлис забирают. Сайдпик, даже интересно, что они будут выбирать. Вот, если бы выиграли бразильцы, я бы сто процентов сказал бы, что они будут играть за атаку. Но Селфлис тоже берут. А, нет, Селфлис остаются в защите. Ну, интересно, интересно на самом-то деле. Не знаю, как по мне, в этом моменте они немножечко прогадали. Отдав все-таки атаку бразильцам на их карте, я думаю, те довольны. В принципе, да. Посмотрим. Будут играть Люминосити в защите, Селфлис в атаке. И, как показывает практика, атака это самая лучшая сторона на Кобблстоу. Да, друзья, ну, я напомню, что смотрим мы с вами группу B первой квалификации североамериканской старт-серии. Здесь встречаются все-таки не самые, наверное, известные команды. Да, Тег, Люминосити прогремевший на весь мир со своим звездным составом. Но вот этот состав не так давно все-таки ушел в немецкую организацию СК Гейминг. Набрали молодых ребят, опять-таки, бразильцев. Селфлис, в общем-то, тоже звезд с неба особо не хватают. Ну и вот борьба у нас. Ну, смотри, что только что произошло. Пропушили мидл. Игроки бразильского коллектива оставшиеся три игрока Селфлис дропаются, собираются идти на А, но тут Пикел готов принимать. Их забирает первого, а со вторым не справился, оставляет его красным. Дестони забирает Рерикс, Мич один и Нек закономерно ставит хедшот. Какая-то путаница у нас была. Опять Люминосити стали за Деф. Ну вот, это более очевидно на самом деле выбор Селфлис. Но подготовленная атака развалилась просто-напросто об контрагрессии Люминосити, которую действительно довольно-таки неплохо поджали и в общем в остальном уже американцы ничего. Оставшись в меньшинстве втроем против пятерых показать не смогли. Первый раунд за Люминосити. Жестко. Сейчас будут похоже, что реализовывать форсбай с Селфлис. Это будет атака в сторону Бэп Лента. Ну опять-таки вот теряли по таймингам, законтрили здесь и дропрум, вот этот первый выпад Молотовым не дали совершить, затормозилась потихонечку атака американского коллектива, будут ждать на отстрел, но вот Дигл в дропруме не совсем очевидно смотрится, хотя упор по всей видимости на эту точку намеревался. Да, но может залететь один лаки-шот, если подставиться. Ну хорошая позиция на самом деле убита в том плане, что вот как раз-таки в голову он поймать и может один-единственный выстрел на пиксель, именно вот первая точка, которую контролят из вверх дропрума, это именно этот проход в комнату слева. Так, ну и пропускает бит, слышит по звуку спрыгивающих, первого-второго не рискует выходить, будет уже по выходящим давать очередь, отворачивается от флешки, но это заставляет его сдаться. Втроем, втроем селфлес потихонечку начинает пробираться в точку Б, причем по двум пальцам и по лангу, и дропрум еще сыграет сейчас свою роль. да, вот он ее собственно играет. Вот и форс бай от селфлес, один-один, не справились. Люминосити с натиском атаки, следовательно, проиграли антифорс. Нет денег у них сейчас на закуп, поэтому хотя, смотри. связывают борьбу, смотри, агрессивное решение по баю бразильцев, скаут появляется, Максимой, в принципе, в дефе на Каблстоуне могут себе позволить такие девайсы, Максимой, наверное, 100% отправится в дропрум вместе с битом, но остальные попытаются всему этому делу помочь. Единственное, что селфлес должны понять, как их соперник будет проводить этот раунд, то есть на каких девайсах. Пока никаких здесь никакого понимания нет. О, 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 куда прошел, ел. Но я думаю, все равно нет, дает фрагмент. Дает минус, да, причем никто на него не смотрел, бросили смок и забыли, нашел себе щелочку между стенкой и смоком, один минус сделал. Тем не менее, размены неравноценны, уже в четвером селфлес остаются против троих своих соперников, понимаешь, что здесь все не так просто, девайсы, арморы есть, старец неплохий. Но вот маг по-прежнему не сыграл, маг седьмой в руках убита, а уже вдвоем. Да, смог он сравнять шансы, но в то же время моментально ответили. Не замечают друг друга сейчас игроки обеих команд. Нормально так. Ну, ну что это? Господи, пропускает спину без инфы, Реликс выходит абсолютно никем не зачеканный. Нет, Destiny видел его, похоже, крадется, какая-то инфа была, куда делся человек, куда он мог исчезнуть и он возвращается в дропрум. Боже, они потеряли его, в трех соснах заглубились. С ловиной перетяжки? Ну что, бит? Да, есть у него инфа по дропруму, вплотную с маг седьмого, делает результативный выстрел. Видели, что выпала бомба на ланге, а Калашников появляется в руках у бита. Времени не так много, 25 секунд, нет абсолютно у GR на то, чтобы стянуться на точку А, поэтому прекрасно понимает бразилиц, куда уже будет направлен вектор атаки и справляется своей стрельбой, прострелом в голову. Минус GR и второй раунд для Люминосити. Отличный выстрел от последнего игрока бразильского коллектива и 2-1 становится счет. Похоже, снова будут форсить. Да, ты посмотри, не останавливаются команды, постоянно закупаются. Но смогут ли вновь реализовать форсбай селфлесс? Неплохо у них залетел прошлый, но думаю, будут готовы на этот раз Люминосити, хотя смотри, похоже, быстрый раш А. О, тут жаркая встреча, автоматический шотган и просто кромсает на мясо своих соперников скольких ну-два все по головам. Ну и вот все быстрое и не всегда хорошее. Ну вот не был так и что оправдан этот закуп. Или же хорошо сыграл Нек? Нет, задумка была, но вот контр-придумка была не менее хорошая поставить автоматический шотган вплотную к смоку и поразвлекаться с выходящими. От флешки успел отвернуться и дальше все было просто-напросто изи. Выпадающие по одному узкое пространство в меду, через которое в общем синхронно вдвоем не выйдешь, все равно так или иначе приходится выходить по одному, а этот просто, ну вот, сказка была для дробовика. теперь уже закономерный эко для селфи хорошая хэшка прилетает от люминосити немного дэмэджа наносит террористам и пикел готов принимать. Так, ну, такой, голый бай на голых пистолетах просто-напросто будут массой давить сейчас точку, рассредотачиваясь абсолютно по всему ее пространству, попытаясь отвести прицелы у своих соперников, тем более, что там не у всех 30-ти патронные 25-ти патронные юмпишки и можно было это сделать, тем не менее, не удалось с распрыгом моментально уже даже просочиться в плент не дают. Американцам закрыли абсолютно всех, четвертый раунд бразильцы берут, ну, ничего сложного для них, собственно, и не было. Да, молодцы. Люминосити Реликс пытался что-то сделать, дал два фрага хороших с П-250, но на больше у него не хватило сил. 4-1 закуп теперь для Селфлесс 5 калашей, неплохой раскид, пусть и не полный, но какой-никакой, стандартный. И что-то снова будет атака в сторону Б-плента? Ну, я думаю, потому что мы видели на предыдущей карте все-таки Селфлесс будут играть так же упорно-медленно, как они это делали, пытаться контролить, причем преимущественно ошибки каких-то своих соперников, на которые Люминосити опять-таки в дефе на предыдущей карте абсолютно не срывались, то есть команда постоим, посмотрим, что будет дальше, да, потихонечку тратится раскида от них, заходят смоки, вроде как бы зонирующие соперников, и единственное, у кого полный набор Телс, ВП, ну вот, наверное, он все-таки все это дело уже засейвит на ретейк, если отпустят один из плентов, пошел, выпут у нас дропрум, мич уже внизу, пока что не встречаются еще игроки, но Ел готов принимать дропрум, должен заметить, он сейчас мич, а нет, прилетает смок, мич отходит, и замкнут, замуровали демоны тут, и выход из двери, и выход из окна закрыли смоком, как минимум еще секунд 15 проведут вне понимания селфли, что все-таки происходит, единственное, о чем они 100% догадываются, это то, что готовы ко встрече дропрума, и 100% информация, ну как минимум по двум игрокам присутствует по звуку, ну и Ел, вот отыграет ли сейчас СВП, закрывают флешеного, мич делает хороший фраг, тем не менее, основное звено на точку А, ну и вот здесь многое зависит как раз таки от Дестани, который по факту оказывается в спине сразу у двух, единственное, что ему мешает, это смачок, но этих самых двух товарищей американских уже в бомбсайт пропустил, нервничает, настреливает по тиммейту, теряет мича атака, и закрытый вдвоем в сенте, ну вот, на таком пятачке, конечно, тут сложно будет разминуться, тем более, что еще и на дальней дистанции по-прежнему бит АВП двум оставшим американцам. Да, не заходит спрей у Кэбьюса против ПКЛ, и это пятый раунд для Луминосити. Мне казалось, что они до конца отыграли свои позиции бразильцы, в принципе, они могли более эффективно реализовать свой буст, дать игрокам селфа зайти в плент, а потом уже с ними разобраться, но тем не менее, и так, справились. Ну, как-то немного сумбурно селфы здесь, хотя все придумали неплохо, и очевидная сплит-атака на точку А была, двое дропрум батят на себя внимание, как будто готовится выход под Б, ну, во-первых, отпустили лонг Б, и там, в принципе, изначальная информация была, что это точно не сплит на Б, поэтому здесь Луминосити заранее поняли, что же, собственно, сделать, и стянулись максимально близко к точке А уже на репик, на поставленную бомбу. Йоу, откидывает молотов в дропрум, играют дефолт снова селфы, опять под Б, плентом, могут, конечно, не стянуть сопада, но пока что их первоначальная атака нацелена на Б плент. Ну, опять-таки, то же самое контроль карты от Селфлесс, очень они, конечно, играют, как будто, я не знаю, Тир-2 немцы какие-то, я не знаю, ну, катастрофически и для себя, и для своих оппонентов. Не торопятся собирать информацию, ну, и тоже нельзя сказать, что, в общем, отдают они предпочтение такому стилю, когда на последних секундах вываливаются все живые, то есть нет подготовленного плента, постоянно какие-то в промежутках, в середине части раунда отсекаются у них тиммейты, и приходится уже спонтанно принимать решения по выпадам. Ну, вот то, о чем я говорю, один потерялся, выпад рассинхронный, флэшонные все на лонге, далекие позиции, рассекаются, ел СВП, абсолютно в бланде, настреливает еще по ноге своему оппоненту, и замкнулась вся эта атака только от потери одного тиммейта, дальше, дальше чернота и пустота, 6-1, люминосити на изичек берут этот раунд. Ну, только ел сгорел из-за молотого атака, да, изи, раунд для люминосити, в принципе, доказывают они оправданность своего пика, пока что. Вновь форсят, не то чтобы форсят, сейчас они закупились до лимитов 2000, тэк найны, арморы, выглядело все хорошо в начале прошлого раунда для селфлес, так как они дали хороший раскид, в принципе, были готовы выходить, но не подвела стрельба того же ПКЛ, того же Ела и взяли раунд. Тоже как были готовы выходить, то есть у них было три человека на лонге Б, один вплотную уже к разлому, один посередине лонга, один еще только перетягивался с дропрума, то есть, грубо говоря, масса какого-то выпада, который бы застал врасплох люминосити там не образовалось. Опять-таки, все было замкнуто на стрельбу первого. Первый не закрывает и все, и дальше посыпались. Халпануть ему моментальным разменом никто уже не смог, и вот какой-то соло-гейминг у нас был. Так, ну и, по-моему, здесь один из первых раз, когда изначально селфлицы нацелены на точку А. Ну, действительно, с Б все очень плохо у них. Единственное, сплит у нас был уже на точку А, правда, не совсем успешно, но там хотя бы до постановки бомбы дело дошло, в отличие от шедевральных, в кавычках, пароходов на Б. Ну и посмотрим, тот же самый примерный раунд делаю. Дропрум открывается первый, теряется, байтит себя карапульчику внимания, но это не заставляет люминосити не думать о том, что это все-таки будет точка. Джейер остается за последним. Хорошее позиционирование от люминосити, и они забирают седьмой для себя раунд. Вообще без потерь. Очень классно сыграли. Никто не смог реализовать свои девайсы. И тот же Реликс в дропруме никого не смог убить. Ну, пока что складывается все очень хорошо для бразильской пятерки. Там какая-то переписка, к сожалению, мы чата не видим, идет между игроками. То ли там ХП спрашивают, то ли паузу на следующий раунд просят. Ну, посмотрим. Пока да, пока туговато, конечно, все у Селфлес. В общем, единственное, что мы увидели, это два раунда поочередно комбинируемые раз от раза, сплит-атак на точку А и просто топорная вылазка под Б. Но ни то, ни другое не заходит. Причем, чем дальше, чем хуже все случается. Теперь вот этот вот сплит на А даже до постановки бомбы не довелся. То есть с экономикой все хуже и хуже. Но по такой серии, которую проигрывают, конечно, об экономике здесь уже думать, наверное, в скором времени и не следует, а думать нужно будет о том, о том, какой счет. И из последних сил на последней экономике бороться. Реликс вываливается в дропрум, дает энтрифраг, наконец-таки немного... Чуть более агрессивное действие у Дефа, чем того бы, наверное, требовала ситуация. Правда, скрашивается все это делает Дестани, который вовремя подходит и делает минус мичу. Да, вот, в принципе, слышал бит своих соперников, но принять не смог. Тем не менее, Дестани делает его работу, забирает второго в дропруме. Пикел готов принимать Билонг. И что? Есть инфа, по-моему, по нему, тем не менее, он забирает первого, забирает второго. Хороший хэдшоп. Джейр последний с АВП, остается один в три. Очень красный Дестани. В принципе, есть шансы забирать он игрока, который заходил в спину. Билет хороший Молотов. Ну вот что, сгорит? Ну? Нет. Уходит Дестани из костра этого. И тем не менее, смотрите, остается у нас ситуация, где Дестани абсолютно каленый, об этом, естественно, не знает его оппоненты. Он этот раунд берет и открывает на минус два, помогая своему тиммейту в дропруме и концовочку присваивая тоже себе. Боже. Ну вот, жестко отыграл только что Джейр с тендин командой Селфлесс, но последнего собрать не смог. Вот Дестани был в трех, получается, контактах. Он с двумя в дропруме встретился. Неужели тиммейты просто не могли передать инфу, что, ну, скорее всего, он каленый. Возьми пистолет. Причем понимание, где он стоит, сто процентов было. И Молотов лег именно туда, куда нужно. Правда, не зацепил. В принципе, этот раунд американцы могли брать. Ну и все, по-моему, нервы сдали уже у Селфлесс. Окончательно идут они массом. Один из первых раз, с маками позицию за кубом, где Дестани отрезан от происходящего и ничем пока что помочь не может. Ну, скорее всего, здесь бомба будет поставлена. Тем не менее, атака остается вдвоем против четверых. Ну, вот вроде пытались поставить плент, тем не менее, дают фраги люминосить. А, он ползет через дым. Нет, все-таки до конца не решился ползти, хотя сейчас-то просто забавно ставить нефти. Да, ну и переворачивают. 4 в 2, по факту, все начиналось и заканчивается один в один. на неподнейший клатч, где JR выигрывает его, закрывая в минус 2. В концовочке наконец-таки американцы после беспробудной серии забирают второй для себя. Да, смог JR реабилитироваться за прошлый раунд. Оставшись ситуацией один в один он тащит и второй раунд для Selfless. Тоже, по-моему, бразильцы подослабились. Все-таки 4 в 2 все это дело начиналось, решили как-то не дать поставить бомбу, зачем-то там крались в смоки, занимали близкие позиции, в общем. Ну, так, на испуг, конечно, киллы от американцев, но тем не менее они сделали и раунд взяли. Как говорится, взятые раунды не пахнут. Здесь сгорает у нас EL. Второй раунд. Второй раз уже за эту карту, заметьте. Коллекционирует. Это вот премия Дарвина для EL на этой карте 100%. Самые бессмысленные смерти в Молотове. Хорошее начало для Selfless. К тому же убито уже 14 хп, будет принимать он на окно в Дропруме и вырисовывается у нас что-то непонятное, возможно, это будет сплит А, потому что бомба сейчас находится в медле. Вырисовывается у нас в принципе тот же самый рисунок, который раз от раза Селфлес повторяют. Преимущественно через Дропрум они играют и в интересной позе Ел замер. Да, занимают Дропрум, дальше будут думать что делать. Есть в принципе человек на меду, который возможно станет первым заходящим на точку А. Здесь вот интересно развить события для Selfless, как же все-таки контролируется Дропрум, потому что без внимания они уверены, он не оставлен, то ли это связка в коннекторе, где один в двери, один за столбом, то ли это все-таки просмотр с точки Б, и как только либо кого-то выйдет, либо поймут этот момент, будут дальше выходить. Ну вот первый неудачный контакт для Мича в коннекторе заканчивается ничем, открывается в этот момент Кабьюц, ну и действительно выход по да. Ну вот Деста нехорошо отыграл, тем не менее словили его со спины. Бит, однако, посмотри, остается в планете, пока что его прочекал, да, Реликс, и Изи. 3 в 1, остается Пикел, и его шансы на ретейк крайне малы. Будет он сейвить АВик, в том же месте, где сгорел, ел, ну, похоже, 8-3. Да, начинает потихонечку подтягиваться, ну, в общем, не самый хороший счет по последней тенденции на карте Каблстоун, вот, по последнему мейджеру здесь опять-таки 66, по-моему, процентов у атаки именно на карте Каблстоун. Да, пускай для Сейлфлес это не родная карта, но раундов действительно мало, если, ну, не наберут они какой-то лузовый минимум хотя бы в 5 раундов, то я думаю, люминосити без проблем эту карту в свою пользу будут закрывать. Уж неспроста те же самые фоллины компании отлично играют Каблстоун. Я думаю, что любой бразильский коллектив, там, насмотревшись демок, пройдя всю эту школу, пообщавшись, ну, умеет играть Каблстоун. Смог засейвить авик ПКЛ, хотя его уже окружали со всех сторон. 8-3 счет, люминосити ведут. Напомним, что Сейлфлес выиграли первую карту со счетом 16-14, Дэкэш это был их пик, но пока что проигрывают Каблстоун, он очень уверенно отыгрывает в обороне люминосити, тем не менее, теряет постепенно нехватку. Да и деньги подходят к концу. Бай на последнее делаю, да, если ВП, ну, вот, в остальном, МАК-7, ну, пусть оправданно по позиции, скажем, биту в дропруме, можно и с таким девайсом постоять, но дальше все может быть не так хорошо. Здесь даже шансы у Сейлфля зацепиться за счет 8-7 есть и потянуться вплотную к своим соперникам. Ну, огорчить так, как те их огорчили на первой половине на предыдущей карте, то есть, вроде как бы все шло разгромно изначально, там 8-0 было, а потом более-менее удобоваримый счет для бразильцев оказался 10-5. Здесь даже и хлеще, может быть, для американцев. Ну, и очередная медленная атака от Сейлфляс по-прежнему, скорее всего, будет первое открытие именно в дропрум. Да, ну, вполне сейчас Сейлфляс могут сломить экономику, взяв этот раунд, а там уже и до 8-7 будет недалеко. Опять через дроп, Сейлф снова не справляется с первым выстрелом, но пока 5-5, никто не дает слабины. Ну, собирают Сейлфляс, пытаются дергать нервишки своим соперникам, постоянно заставляя их сосредотачивать. Вы держите все силы на дропруме, показывая, что раз от раза нас здесь много, и мы сюда 100% будем выходить, но дергают по таймингу, сначала это быстрое занимание, потом где-то в середине раунда теперь вообще не выходят, 25 секунд до конца раунда остается, никаких больше вариантов, кроме как выпада на точку Б здесь нет, но у Дэстони шикарнейшая позиция, уже минус 2 дает, поколенным настреливают еще и минус 3, ну и вся атака развалилась, еще и на фарм 900 баксов отбита в конце этого раунда. Да, затянули сейчас раунд Сейлфлесс, шикарно отыграл свою позицию Дэстони, три важнейших фрага, ну что, снова он включился в игру, потому что вчера он играл как зверь. 9-3, что-то какой-то полубай от Сейлфлесс, потому что Мич и Реликс берут арморы, Тек-9 и Дигл, а вот остальные ребята остались на Дигле, один, не в тебя же на Глаке. Да, мне нравится вот бразильцы как за Дэв действуют, не ведутся они абсолютно ни на какие тайминговые ущищрения, в общем, рефлекторно не стягиваются пушить тот самый дропрум, шикарный предыдущий раунд, оооо, день ВДВ, но не совсем удачный, всех законтрили и очередной раунд в пользу бразильского коллектива. Ну, на Изичах встретили эти пистолеты, все было довольно-таки очевидно для бразильской команды, американцы свой мобильный такой полубай никак реализовать не смогли. Вроде бы вместе и должны были выходить и отводить прицелы, но ничего не срослось. Да, Пикел и Дестани вновь громят оппонентов на Б-планте и снова слабый бай, а Целлс даже это не бай, это полубай, снова у кого-то есть арморы, у кого-то нет как-то. Ну, они сохраняют себе экономику на последний раунд, уже если вот здесь не зайдет, то хотя бы счет один из четыре сделают, и там будет что будет во второй половине, но тем более имея взятую карту за плечами, Селлфли смогут каким-то образом и отпустить здесь по морали эту и попытаться подумать, что, ну, возможно, на оверпассе все будет немножечко лучше, поэтому такое. Местами не самые очевидные решения. Должен давать Нек сейчас инфу своим тиммейтам, что это должен быть заход на А, дают ему флешку, но никто под нее не выходит, спрятался во время игрок атаки, тем не менее, скорее всего, вряд ли уже будут сэфы сперетягиваться, это будет выход на А. Ел готов принимать савика, Нек тоже готов прикрывать его с медла. Ну, все, вот, зависит от первого фрага, Нек надо было наказывать, но хороший пиксель он ставит в голову, и дальше, в принципе, полноценная информация поступает о том, что через отросток проходит звено вместе с бомбой, ну, страйл дзи стир, правда, бомб керри пропустили, ну, единственное, что полезное, скажем, в этом раунде сделали, а так, впрочем, блин и нынди, раунд без потерь абсолютно для бразильского коллектива, да, полноценный бай у сэлфлис будет, и вот, последняя надежда на то, чтобы зацепиться за эту карту, ну, наверное, предпоследняя надежда, потому что все-таки еще будет пистолетка на второй половине. Хочу заметить то, что Ел как-то нестабильно отыгрывает Савика, у него первые выстрелы чаще всего не заходят, хотя, в принципе, задатки хорошего снайпера у него имеются. Ну, вот такой, какой-то вот нестабильный снайпер на самом-то деле Ел, но, в общем, хороший снайпер, он наглый, ничего не боящийся, плюс подкрепленный хорошей стрельбой, вот у Ела немножечко все-таки более турельный какой-то стил, он больше смотрит, стоит и ничего не делает, а меньше стреляет. Да, любит от дефенса награть Савиком, вновь отыгрывает дефолт, селфлесс, опять-таки через дропруб, кто бы удивился. Такое, знаешь, уже колея такая уже пролегла к дропруму, протоптанная тропинка, как асфальт прогибается в жаркую погоду, когда много машин ездит, так много народа по дропруму. К дропруму, точнее, протоптали тропу. Так, ну, вот тот самый Ел, которого мы обсуждали, находит свой легкий сил на лонге, вышел человек посмотреть и стал легкой жертвой. Был это Реликс, который, на самом-то деле, у нас был специалистом по дропруму. Решил переквалифицироваться, не удалось сделать это удачно для своего коллектива, потерял себя, потеряли тиммейты его команда, и, ну, теперь будет еще сложнее. Идеи по-прежнему нет, понимания, какие позиции оппоненты занимают, по-прежнему нет. Темный выходит на отросток, Нак настреливает первого, посправил по второму, но дамаг серьезного мячу не приносит, ну, и втроем против четверых. Замкнутая атака на миду, инфа была у Нека, и, естественно, по цепочку своим тиммейтам он ее передал. Да, равномерно сейчас играют в Луминосите, два на А, два на Б, стягивается селфлес на Б плен, а танка остается 30 секунд, мяч уже в дропруме, готов выходить по команде своих тиммейтов, и, похоже, не ожидает его здесь, просит все увидеть. Тем не менее, ПКЛ опять оставляет красным кибьюса, мяч хорошо справился с перетяжкой, ПКЛ убивает первого, может взять и убирать еще и лифти. швея многостаночница на два фронта работает, и с лонгом надо стреляться, и за памятником у него оппоненты есть, но доживает до того момента, когда тиммейты все-таки ему помогли, бить, закрывает этот раунд, 12-3, ну, очень серьезный счет на самом-то деле, и вот даже не знаю, чего ожидать от второй половины, тем более, что упомяну для тех, кто не знает, для тех, кто только что потянулся, это выбор коллектива Luminosity, Selfless до этого выиграли наипотнейшую, свою карту 16-14, ну, возможно, этим и продиктовывается, вот такая вот сейчас игра, то есть, имея карту в запасе, взятую свою, немножечко, немножечко отпускают чужую, уже. Кэбьюс выпадает из карты 3 на 14, хотя на кэше у него, по-моему, залетало, и он там был чуть ли не в топе, пора бы ему включиться в игру, потому что, если Selfless хотят давать камбэк, то нужно начинать с этой пистолетки. Что у нас? Никто по счету не выпадает. Три фрага, да, Кэбьюс? Угу. Ну и нефти недалеко ушел. Угу. Парочка такая неплохая, но, как-то да, у нас сегодня ночь выпадающих тиммейтов. Первая карта практически целиком прошла в режиме 4 на 4, там не особо помогали два товарища, равномерно распределенные по командам один в одной, один в другой. Смотрим, пистолетный раунд, наверное этот раунд многое скажет в первую очередь для Selfless, смогут ли они вернуться в эту игру, как вернулись после счета 10-5 Люминосити на чужом пике и продемонстрировали хотя бы какой-то камбэк, да, обидное поражение, но тем не менее. Ну и пошли застрелы. Мичи встречает Drop Room. Голова первая, голова вторая. Посчитал. Нефти начинает потихоньку исправляться, тем не менее, JR, по-моему, слышал, что он двигается атака на Аплэн, быстро они выходят, но готовы их принимать. Мич, третий фраг в этом раунде. Остается ПКЛ один, но знаю, это его местоположение сейчас Selfless. Пытается сделать на 5-5, где он дает один фраг, но JR страхует победу для Selfless в этом раунде 12-4. Ну, безвыходная ситуация была у ПКЛ абсолютно дальняя дистанция, на которой нерезонно было стреляться с Юспами, там еще и 5-7 были, то есть, в принципе, до постановки бомбы здесь, скорее всего, бы уже ничего не дошло. На него должны были в упор бросаться, чтобы хотя бы какие-то он фраги сделал и, возможно, задумался о дальнейшем положительном для себя развитии раунда. Тем не менее, законтролили издалека, четвертый Selfless забирают, пистолетные в их пользу, и вот надеемся на то, что все-таки продемонстрируют нам борьбу на этой карте. Пока все к этому идет. Решают форсить сейчас Luminosity, буду выходить на Аплент, там только один игрок защиты сейчас, посмотри, медли, это может быть довольно опасно для Selfless. С раскидом будут выходить, ПКЛ готовит. Слово. О, ну тут нефти, говорит, меняя одного, в принципе, хватит, но на самом деле 100% своей работы он не выполнил, всего лишь одного заформил, но благо для его команды, что близкая хелпа до постановки бомбы уже стоит в балконе, готовы вырваться, да, смачок зонирующий ворота немножечко мешает, но тем не менее, там сразу три человека, и, ну, выбивание с девайсами против пистолетов уж точно можно сделать. Близкая дистанция, НЕК! О, и лает, и кусает, и в дом не пускает, на воротах стоит, застрелы пошли от него, неплохие развалы, последний П90 у Мичи, ну, тут море инфы для него, на самом-то деле, со всех сторон, его тиммейт погибали, с первым справляется, знает о позиции второго, бомба поставлена возле пушек, лол, ну, тяжеловато будет, диффуз китов-то нет, молотов кидать, тоже неоправданно, в любом случае, он залетит скину, надо перестреливаться, понимает, что времени не так много остается, потерялся Мич, и этот раунд в пользу люминосити, берут форсбайт. Все правильно сделал ПКЛ, выждал, так как китов не было у дефенса, но вот мы обделили вниманием, как-то ело три фрага дал он стека в прошлом раунде, и внес огромный вклад в победу своей команды на этом форсбайе. Ну, вот теперь уже форс от Селфлесс, однако у них одни пистолеты, самого разного вида, и что, это будет выход на Б? Ну, я думаю, что по такому счету и по тенденциям все-таки современного контрстрайка отпускать счет и делать час эко, надеяться на всего лишь один раунд, после которого, ну, если проведешь и неудачно отдашь Map Point, ну, не каждая команда будет, поэтому здесь, конечно, бай вроде как бы под зацепочку и на последнее, и диффускиты, и арморы, и пистолеты по, ну, комфортные для себя закупили ребята из Селфлесс, но опять-таки никаких агрессивных действий не демонстрируют, понимают, что бразильцы ну, будут контролить в этом раунде, в общем, после проигрывания предыдущего раунда, и понимать изначально, в общем, какой там бай, с той стороны нереально. Незнакомы с современными пистолетами. Так, ну и смотрим, у нас выпад под точку Б, все, тут уже абсолютно терять нечего, время на таймере потихонечку заканчивается, бразильцам деваться некуда, массы вываливаются на Б, закрывают двух опорников, вплотную стоявших к лонгу Б, ну и дальше постановка бомбы, и наисложнейшее выбивание для Селфи, с которым, ну, вот, бессмысленно, на самом-то деле, здесь и сэвить. Зацепить экономику соперников они тоже не смогут, выиграешь в этом раунде. Ну, вот, ну, вот, Реликс не справляется с поставленной задачей. Все ближе и ближе к победе. Люминосити остается всего два раунда от выигранной карты, и это, наверное, будет что? Овер, оверласт, оверласт это будет, наверное. Если так все дальше дело пойдет. Ну, будет здесь бай, можно называть как угодно, можно рейдж бай называть, можно бай последней надеждой называть, но, в общем, предопределили развитие событий именно в экономической составляющей, селфли с байом в предыдущем раунде, когда они купили пистолеты и арморы. Ни на какие более-менее удобоваримые девайсы здесь, естественно, им хватать до конца уже не будет, поэтому на что хватает, то и покупают. Как будет идти раунд, ну и бог с ним. Выиграем, так выиграем. Нет, так будем играть на оверпассе. Дробовик. Кабус. Есть у него соперник, засеночка. Сразу два соседа, одному простреливает голову, вот со вторым уже справиться не смог. Тем не менее, подобранная Мка, да, но все равно их шансы на ретейк довольно малы. Честно говоря, не заметил. Ни у кого не было их. Тут, видимо, прошла инфа, типа, ребята, были ли киты, кто там в планете погибал, сказали, что нет и просто решили, что времени на то, чтобы все прочекать в точке B, если еще кто-то глубоко в лонге встанет и под него бомба, то совершенно не хватит. Если выбивание будет удачным, все равно бомба подорвет. Тем не менее, пошли, кстати, бразильцы на отстрел сейвящихся, ну вот, не совсем удачно. Двоих на подходах потеряли, рвется волосы назад PKL, но единственное, зачем, это за калашом, а не для того, чтобы кого-то отстрелить. Мапоинт. Ну вот не было денег у селфлесс на киты, они все свои сбережения потратили на девайсы и кое-какой раскид. Поэтому и не пошли выбивать, тем не менее, сейчас у них есть какие-никакие девайсы, калаш у нефти, у Relics АМка, а вот у остальных у Мича снова дробовик, JR на Фомасе и Кэбьюз будет играть на 5-7. Да, ну, бай, естественно, на последнее в каждом раунде теперь уже для селфлесс. Тут ни о чем другом им мечтать не приходится, на что денег хватает. Ну и вот интересная контрподсадочка, которой Нек вроде как бы даже и готов. То ли слышал он, то ли топнул его оппонент, то ли просто-напросто ну, будет спиновым звеном по врыву в эту самую спину. Да, он просто контролит информационно захоящих людей, эти самые люди появляются в лице Мича. А вот из дробрума никто не появился. Но это было ожидаемо, потому что Мич сделал уже буст в прошлом раунде, его убили, сделал это снова, его снова убили, поэтому вполне закономерен такой исход. Мич, капитан очевидность, предсказуем. Так, ну и тут серьезный УДФ проблем, несмотря на то, что вроде как бы девайсы на точке встречали, и было понимание, что это будет действительно точка, потому что врываясь Мич увидел только Личонова, причем стоящего там на драконе, довольно-таки далеко, и переворот пошел, Нифти делает застрел подвоим, две головы, и бомба по-прежнему не стоит, Нифти остается последней, но ничего не смогут сделать. в Луминости сравняли в счет в этом ПО-3 противостоянии 1-1, и все решится на оверпасс? Да, разменялись у нас ребята своими картами, друзья, далеко не расходитесь, совсем скоро увидимся на третий, не совсем привычный пикбанк-карт у нас в этой паре, и повторяем, что скорее всего здесь борьба идет за распределение первого и второго места в группе Б, североамериканской квалификации, Star Series, сезон под номером 2, ну, я думаю, что будет интересно, не та и другая команда не хочет уступать. Пока, немножечко музыки и пауза.